Лису, пробравшуюся в курятник, кто-то назовет красавой, которая добивается своей цели, а кто-то скотиной, которая подло валит петуха. Привет, прелестные моржи! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые совершали удары и отправляли в нокаут своих оппонентов уже после гонга. А кто они? Крысы, не знающие чести? Или бойцы, вошедшие в кураж? Решать вам! А пока что сами будьте красавчиками и подпишитесь на канал с лайком. Бой за чемпионский пояс между Мендесом и Бартеллимией закончился очень неоднозначно. Так же, как неоднозначно медведь придет по лесу, ломая малину. В конце второго раунда Бартеллимия начал комбинацию, которую закончил нокаутирующим ударом. Вот только беда в том, что удар был уже после гонга. Но рефери этого не учел и отдал победу новому чемпиону. Но, как говорится, три года совершать добро никто не узнает, а один раз сделать дурное узнает весь мир. Уже после боя решением Федерации пояс у Бартеллимии все-таки забрали и вернули Мендесу. Но радость отмороженного на палочке в 40-градусную жару быстро течена, как и радость Мендеса, который в реванше все равно проиграл и отдал пояс, но теперь уже без претензий. Бой, который вы сейчас увидите, как звездное небо, такой же загадочный, фантастический и непонятный. Действующий чемпион Старлинг защищал свой пояс в бою против Малинареса, который закончился в шестом раунде. Вот только беда в том, что удар, которым Малинарес отправил Старлинга в нокаут, был нанесен уже после гонга. Рефери, как кабан, не обращающий внимания на колючки в погоне за трюфелем, не стал учитывать такую мелочь и отдал победу с поясом Малинаресу. После заседания и просмотра повторов комиссия вынесла решение, что результат был неверным и объявила бой как несостоявшийся. Но самое интересное то, что WBA не обратила на это никакого внимания и пояс чемпиона оставили Малинаресу. Бьет, значит любит, но это точно не относится к этому бою между Бриедисом и Гловацкий, в котором главной фигурой стал рефери, а вернее его слуховой аппарат, в котором сели батарейки. Сумасшествие началось во втором раунде, когда Гловацкий ударил Бриедиса по затылку, но тот не растерялся и вспомнил, как вчера вечером смотрел бой Буакава и ответил локтем с разворота, после чего Гловацкий немного расстроился и присел. Но рефери даже не понял, что произошло и почему он сидит. Но после подсказок боковых он все-таки снял очко у Бриедиса. Но потом случилась кульминация. Даже на прекрасную сакуру мочатся собаки, но не слышать гонга, который оглушает всех 5 секунд, это нечто. Даже домохозяйка в зале кричала, что раунд закончился, но рефери был нерушим. А этим воспользовался Бриедис, отправив Гловацкий в нокдаун, которому реф его еще и отсчитал, несмотря на то, что целая куча ударов была после гонга. Ну а бой закончился победой Бриедиса, который добил соперника в следующем раунде. Поединок Дугласа против монстра, то ли боксера, то ли бодибилдера Монако, оказался очень недостойным. Уже в конце первого раунда, сразу после гонга у его окончании, рефери влез между бойцами, чтобы остановить бой. И Дуглас остановился. Но Монако всадил ему жесточайший правый прямой, мгновенно отправив в нокаут. На повторах видно, что он понимал, что делает. Это не была комбинация, которую он не мог остановить, а конкретный, одиночный удар через плечо рефери. Несмотря на то, что Дугласу дали 5 минут на восстановление, он так и не смог продолжать бой. А Монако дисквалифицировали, отдав победу еле стоящему на ногах бойцу. В дальней дороге не бывает легкой поклажей, а в боксерском бою легких ударов. В этом замесе между Бьюкиненом и Дюраном рефери сыграл свою лучшую роль в карьере. В конце третьего раунда бойцы пошли в обоюдный обмен, поэтому прозвучавший гонг они не слышали. Но его же и не слышал рефери. После того, как гонг продублировали, и рефери бросился на спину Дюрану, чтобы его оттянуть, Бьюкинен упал на канвас, корчась от боли и держась за сокровенные колокольчики. Что произошло на самом деле, уже многие годы спорят эксперты бокса. На повторах не видно каких-либо ударов в пах или по корпусу. Но есть момент, когда рефери подбежал к Дюрану сзади и схватил его за руки, а он в этот момент бил апперкот, который и мог угодить в пах. В один рот двух ложек не впихнешь, а в одном бою двоих не уложишь. Но это не точно. В этом поединке между Ускотеги и Гиреллом произошло сразу два неординарных события. В конце раунда Ускотеги начал выбрасывать комбинацию, последние удары которой закончились уже после того, как прозвучал гонг, но от которых Гирелл ушел в небытие. Рефери зафиксировал этот факт и дисквалифицировал Ускотеги, хотя некоторые были с этим не согласны, считая, что удары уже летели в момент гонга. Но то, что произошло потом, вышло за все допустимые рамки. Дядя Гирелла подошел в угол Ускотеги и решил отомстить за племяку, отправив его в нокаут самостоятельно. Даже Лев может совершить поступок Гиены, а в этом бою между Луэвана и Концепсионе именно так и произошло. Бойцы обменивались ударами и двигались по рингу, но когда прозвучал гонг, Луэвана опустил руки и уже развернулся в свой угол, протянув перчатку сопернику, чтобы обозначить хороший раунд. Но Концепсион, как трутень, поджидающий пчелу с медом, пробил два жестких удара и отправил коллегу в нокаут. Он точно слышал гонг и видел, что Луэвана уже расслабился и уходит, но все равно специально нанес эти удары. Но рефери молодец и сразу среагировал на ситуацию, дисквалифицировав этого мексиканского беспредельщика. Между Сантаной и Норрисом произошла целая трилогия, которая для Норриса, как страшный сон среди звездного неба, казалось, никогда не закончится. В первом поединке Норрис был дисквалифицирован за удар по затылку. И скажем честно, он действительно был. Хотя сам Норрис утверждал, что бил боковой, а Сантана развернулся к нему спиной. В реванше произошел очень неоднозначный момент. После обмена ударами, рефери отвел Сантану к канатам и что-то ему сказал. Но потом прозвучал гонг, и реф отошел в сторону, а Сантана пошел в угол. Но Норрис, стоявший рядом, решил, что рефери разрешил продолжать бой и засандалил парочку хороших плюшек, за что снова был дисквалифицирован. И только в третьем бою, после очередного нокаута Сантаны, все было сделано по правилам и без нарушений. В целое яйцо муха не залетит, а хорошую защиту не пробьют. Но это не пробой между Захиром и Фунекой, который, как вы догадались, также закончился не просто так. Фунека зашел с отличной комбинацией и правым прямым положил Захира на канвас. Вот только этот удар уже прилетел после гонга. В чем обвинять Фунеку тяжело, ведь он молниеносно выбросил серию и не смог бы остановить удар. Так же подумали судьи и отдали ему победу, несмотря на такую мелочь, как гонг. Как летучая мышь кровопийца нагоняет ужас на всех мексиканских осликов, Майк Тайсон нагонял страху на всех тяжеловесов. Но все равно были те, кто осмеливался выйти в ринг против этой кувалды. В этом бою против Норриса произошел довольно спорный момент, который долгие годы обсуждали разные эксперты. В конце первого раунда бойцы после обмена сошлись в клинч, после чего прозвучал гонг и рефери подошел разнять бойцов. Но Тайсон в своей манере нанес левый апперкот Норрису, после которого тот упал как подкошенный. Рэф дал время на восстановление, но Норрис так и не смог продолжить бой. Тайсон нарушил правила, это однозначно. Но он же обвинил Норриса в трусости. Ведь после остановки боя тот как ни в чем не бывало спокойно пошел в раздевалку. Хотя, конечно, пойти в раздевалку за пивом и в ринг к железяке это большая разница. Пишите в комменты, как вы относитесь к таким ударам и смогли бы их выдержать. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблочить. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.